Стефанотис. Красиво цеветущая вечно зеленая лиана Стефанотис, Стефанотис, является представителем семейства Ластавневая. Данный многолетник впервые был обнаружен на острове Мадагаскар. На сегодняшний день в природных условиях его можно повстречать на территории Малайзии и Китая, а точнее, в их тропических лесах. Лиана отличается быстрым ростом, ежегодно ее вьющиеся стебли становятся длиннее примерно на 0,6 метров. В природных условиях длина побегов может доходить до 600 сантиметров, однако в комнатной культуре они редко бывают длиннее 100 сантиметров, начало цветения приходится на май. На протяжении всего летнего периода куст украшают снежно-белые соцветия в форме зонтиков, которые особо эффектно смотрятся на темном зеленом фоне кожистых листовых пластин. В некоторых случаях в сентябре куст зацветает повторно. У каждого цветка тычиночную трубку обрамляют пять лепестков, которые по форме схожи с ухом поросенка. Именно это повлияло на выбор названия растения. Дело в том, что стефанотис в переводе с греческого означает «венец из ушек». У цветков стефанотиса имеется сходство с жасмином, а именно, звездчатая форма и тонкий аромат. Именно поэтому в народе стефанотис еще именуют мадагаскарским жасмином. Краткое описание выращивания. Температурный режим. В зимнее время, от 14 до 16 градусов, а в летнее, от 16 до 25 градусов. Влажность воздуха, повышенная. В летние месяцы куст нужно увлажнять из пульверизатора до 4 раз в неделю. Также рекомендуется поставить горшок на глубокий подон, наполненный мокрой галькой. Освещенность. Нуждается в большом количестве света. Оптимальный вариант. Восточный подоконник. Нуждается в притенении от прямых солнечных лучей. При размещении на северном подоконнике необходима подсветка. Полив. В летнее время, примерно 3 раза в неделю, а в зимнее, 3 раза в месяц. Вода должна быть слегка теплой и хорошо отстоявшейся. Субстрат. Можно купить готовую универсальную почвосмесь для цветов. Для приготовления своими руками соедините торф, песок, листовую и дерновую почву. 1, 1, 2, 1. Удобрение. Подкармливать лиану начинают в первые дни марта. Подкормки проводят примерно 1 раз в 10 дней, не чаще. Для этого используют минеральное удобрение для комнатных растений в жидкой форме. При этом для приготовления раствора берут, часть отрекомендованной дозировки. Пересадка. Пока кустику не исполнится 2 года, его пересаживают 1 раз в полгода. В возрасте 2-5 лет пересадку лианы проводят ежегодно в весеннее время. У более взрослых кустов каждый год проводят замену верхнего слоя субстрата на свежую почвосмесь. Размножение. Семенным способом или верхушечными черенками. Уход за стефанотисом в домашних условиях. Для того, чтобы стефанотис рос и развивался в пределах нормы, нужно постараться обеспечить ему оптимальные условия и правильный уход. Для того, чтобы лиана пышно цвела все лето, в период закладки новых почек, который наблюдается зимой, ее переносят в прохладное место, при этом поливы должны быть редкими. Там она должна пробыть всю зиму, а ближе к весне следует провести постепенное повышение температуры. Растение нуждается в систематических проветриваниях комнаты, однако его нужно оберегать от сквозняков. Для выращивания лианы понадобится прочная опора. Также ее можно культивировать в качестве ампельного растения в подвесной корзине. Не забывайте систематически обрезать ослабленные стебли, а также проводить укорачивание на один дробь три вытянувшихся боковых побегов. После того, как на кусте сформируются бутоны, его нельзя тревожить или переносить с места на место, так как это может привести к их облетанию. Температура. Для того, чтобы куст хорошо рос и обильно цвел, понадобится соблюдение оптимального температурного режима. В зимние месяцы куст обязательно должен находиться в прохладном месте, от 14 до 16 градусов. Именно в данный период происходит закладка новых цветочных почек. Поэтому если поместить куст в более теплое место, то весной он может не зацвести. Стефанотис ставит как можно дальше от батареи, либо можно провести установку специальных теплозащитных экранов на них. Оптимальная температура воздуха для лианы в летнее время – от 16 до 25 градусов. Она крайне негативно реагирует на чрезмерно высокую температуру. В знойные летние дни и в течение всего отопительного сезона необходимо следить за уровнем влажности в комнате. Он обязательно должен быть повышенным. Помните, что комнатный стефанотис может пострадать от резких смен температур и от сквозняка. Влажность воздуха. Такая тропическая лиана крайне негативно реагирует на чрезмерно сухой воздух в помещении. Регулярные увлажнения листвы из пульверизатора помогут кусту пережить знойные летние месяцы. В летнее время опрыскивание стефанотиса проводят около четырех раз в неделю. На протяжении дня можно поочередно увлажнять из опрыскивателя сам куст и воздух возле него. Емкость с лианой можно поставить на глубокий подон, который предварительно заполняют мокрой галькой. Также повысить влажность могут бытовые увлажнители воздуха. А еще возле куста можно поставить открытый сосуд, наполненный водой. В зимнее время растения опрыскивают более редко либо вовсе отказываются от данной процедуры. Освещенность. Для того чтобы стефанотис рос здоровым и обильно цвел, ему следует обеспечить оптимальное освещение. Такой экзотической лиане необходимо большое количество яркого рассеянного света. Из-за скудного освещения снижается декоративность растения, а также ухудшается его цветение и рост. Поэтому северный подоконник для него не подходит, так как там очень мало света. Однако в этом случае кусту можно обеспечить подсветку. На южном окне лиане понадобится обязательное притенение от палящих прямых лучей солнца. Лучше всего для нее походит западный или восточный подоконник. В дождливый день, а также в осенне-зимний период днем рекомендуется включать фитолампу. Полив, несмотря на то, что эта культура влаголюбивая, поливать ее нужно умеренно. В весенне-летний период полив проводят один раз в 2-3 дня, а в осенне-зимний – один раз в 10 дней. Увлажнять почвосмесь в горшке можно только после того, как подсохнет ее верхний слой. Застой воды в субстрате может стать причиной развития корневой гнили, от чего куст может погибнуть. Из-за нехватки влаги листва начинает засыхать, а также могут появиться вредители. Такой экзот предъявляет особые требования к воде для полива. Она должна быть хорошо отстоявшейся, а ее температура – немного выше комнатной. Однако постоянный полив пресной водой может привести к замедлению роста и снижению тонуса куста. В связи с этим один раз в 30 дней его поливают водой, в которой растворяют сок лимона либо лимонную кислоту, на 1 литр воды от 3 до 5 капель либо 0,2 грамма. Выбор горшка. В процессе размножения стефанотиса давшие корни черенки высаживают в небольшие горшочки, в поперечнике равной 50 мм. При дальнейших пересадках, при подборе размера емкости следует учитывать величину куста. Новая емкость в диаметре должна быть больше старой примерно на 20 мм. Для посадки взрослые лианы выбирают емкость, которая в поперечнике достигает 15-20 см. При этом при выборе емкости не следует забывать, что в чрезмерно крупном горшке цветения лианы вы можете не дождаться. На дне емкости в обязательном порядке должны присутствовать отверстия для дренажа. Субстрат. Почва-смесь можно приобрести готовую либо приготовить ее своими руками. Важно, чтобы субстрат хорошо пропускал воздух и воду. Качественная землесмесь также должна быть рыхлой, слабокислой или нейтральной. Для приготовления субстрата своими руками необходимо смешать лиственную, дерновую и перегнойную почву в равных долях. В готовую почву смесь добавляют немного перлита, песка, а еще кирпичную крошку и мелкорубленный мохсфагнум. Удобрение. Чтобы лиана хорошо цвела и росла, ей необходимы своевременные подкормки. Их проводят на протяжении вегетационного периода, который начинается в первые весенние дни. Куст подкармливают не чаще, чем один раз в 10 дней. Для этого подходит универсальное удобрение в жидкой форме для комнатных цветущих культур. Рекомендованную производителем дозировку следует уменьшить в двух раза. После формирования первых бутонов надо использовать удобрение с высоким содержанием фосфора и калия и с низким азота. Подкормки проводят до середины осени. Именно в это время куст начинает готовиться к периоду покоя. Пересадка стефанотиса. Пересаживать лиану необходимо систематически. На чистоту процедур влияет возраст растения. Пока куст молодой, до двух лет, его пересаживают один раз в шести месяцев. С двух до пяти лет пересадку проводят ежегодно. Более старые экземпляры пересадки не подвергают. Вместо этого регулярно проводят замену верхнего слоя субстрата в емкости. Обратите внимание на то, что во время пересадки ком-земли нужно постараться сохранить цельным. В связи с этим для пересадки рекомендуется применять метод перевалки. Для этого куст аккуратно вытаскивают из горшка и высаживают в новую емкость. При случайном травмировании корневой системы следует сократить частоту поливов. При этом в воду рекомендуется добавлять средства, стимулирующие рост корней. Также данный куст нуждается в более частых увлажнениях из пульверизатора. Лиана после пересадки не нуждается в подкормках от 15 до 20 дней. Обратите внимание на то, что цветущий куст нельзя подвергать пересадке. При попадании на кожу сок стефанотиса может стать причиной развития аллергии. В связи с этим при работе с цветком руки нужно обязательно защищать прорезиненными перчатками. Обрезка. По завершению периода покоя в самом начале весны надо провести обрезку куста. Это способствует омоложению лианы, поддержанию ее эффектного внешнего вида и изменению формы. Не проводят обрезку только главного стебля. При этом все боковые побеги нужно укоротить на третьих длины. Если же укоротить ветви чрезмерно сильно, то из-за этого стефанотис будет длительное время болеть. Полностью вырезать нужно вытянутые и ослабленные побеги. При правильной и своевременно проведенной обрезке, цветение будет пышным и эффектным. Оформление лианы. Полноценное развитие такой эффектной лианы в природе возможно лишь в том случае, когда ее длинные стебли вытягиваются вверх и цепляются за высокорослые и мощные кустарники и деревья. Если побеги оплетают растения, расположенные в непосредственной близости от стефанотиса, то он превосходно развивается и пышно цветет. Однако если подходящей опоры нет, то побеги ослабевают, желтеют и гибнут. Именно поэтому лиане обязательно надо установить надежную вертикально расположенную опору, по которой стебли будут карабкаться вверх. Чаще всего для этой цели используют эффектно изогнутый каркас из тоненького металлического прута или проволоки. Лучше всего, если конструкция будет трехмерной и высокой. Конструкцию размещают непосредственно в горшке с растением. Ее требуется хорошо заглубить для лучшей устойчивости. Далее конструкцию обвивают побегами. Форма опоры может быть разной, поэтому вам под силу создать самые причудливые декоративные композиции. Цветение. Цветет стефанотис в комнатных условиях сравнительно долго. Если вы обеспечили кусту правильную зимовку в прохладном месте с редкими поливами, тогда цветки будут украшать его на протяжении нескольких месяцев, наполняя комнату тонким ароматом, похожим на жасмин. Как правило, в домашней культуре цветение лианы начинается в мае и длится до самой осени. А если ухаживать за растением правильно, то в сентябре оно порадует повторным цветением. Соцветия, обладающие формой зонтика, состоят из маленьких звездчатых цветков кремового, желтого, белого или фиолетового окраса. Воронкообразные венчики, состоящие из пяти лепестков, очень похожи на цветки жасмина. Для того, чтобы куст зацвел надо, чтобы его корневая система заполнила все свободное пространство в горшке. Поэтому одной из причин отсутствия цветения может стать чрезмерно крупный горшок. Период покоя. Начало периода покоя приходится на середину ноября, а длится он до середины февраля. Цветок в это время должен находиться в прохладе, 14-16 градусов, и при умеренном уровне влажности. В данных условиях куст сможет хорошо отдохнуть и подготовиться к следующему цветению. В середине октября растения прекращают подкармливать, что поможет избежать истощения растения. В последние зимние недели нужно постепенно восстановить регулярные подкормки. Также куст следует понемногу приучать к более высокой температуре воздуха и к более яркому освещению. Способы размножения. Выращивание из семян. Как правило, семена стефанотиса приобретают в специализированном магазине. Дело в том, что в комнатных условиях они почти никогда не возревают. Семена обрабатывают в растворе марганцевого калия. Затем проводят их высев в смесь торфа и песка, заглубляя на 10 мм. Аккуратно увлажните посевы и запрыскивателя. Присыпьте семена тонким слоем субстрата и накройте посевы сверху стеклом. Оптимальная температура воздуха для прорастания около 21 градуса. Сеянцы появляются дружно спустя примерно две недели. В это время укрытие убирают. После появления двух настоящих листовых пластин проводят пикировку растений в индивидуальные горшочки. Черенкование. Чаще всего комнатный стефанотис размножают черенками, так как данный метод более быстрый и эффективный. Черенки подходят только верхушечные, при этом каждый из них должен иметь по трем или четыре настоящих листовых пластины. На несколько часов отрезки замачивают в растворе средства, стимулирующим рост корней. Далее черенки высаживают на укоренение в субстрат из торфа и песка на глубину примерно 20 миллиметров. Сверху их накрывают полиэтиленовым пакетиком либо пластиковым стаканом. В укрытии надо проделать несколько дырочек для вентиляции. Спустя приблизительно 30 суток у отрезков отрастут корешки. После полного укоренения необходимо провести высадку черенков в постоянные горшки. На время адаптации кустики убирают в затененное место. Размножение семенами и черенками проводят в начале весеннего периода. При этом при черенковании происходит сохранение сортовых характеристик родительского куста. Возможные проблемы. Если за домашним стефанотисом правильно ухаживать, то он будет расти здоровым и красивым. Однако нередко у цветоводов с ним возникают проблемы. Облетание бутонов и лепестков. Скудное освещение, или во время опрыскивания куста попали капельки влаги на цветки, или произошла пересушка земляного кома, или емкость с кустом была перенесена на новое место во время цветения. Листва утрачивает тургор и становится темной. В комнате слишком холодно. Медленный рост. Растение нуждается в срочной подкормке. Пожелтение листвы. Скудное освещение, или в комнате слишком холодно, или в корнях застаивается вода, на дне горшка должны быть отверстия для дренажа, или цветок поливают жесткой водой. Поливают лиану хорошо отстоявшейся и подкисленной водой. Скручивание цветочных бутонов. Чрезмерно редкие или чересчур скудные поливы. На листовых пластинах коричневато-желтые разводы. На куст попадают палящие прямые лучи солнца. Переставьте его или притяните. На листве блеклые пятнышки. Куст стоит в чрезмерно темном месте. Вредители. На растении может поселиться паутинный клечь, мучнистый червец, тля или щитовки. Избавиться от них можно при помощи соответствующих инсектицидных препаратов. Отсутствие цветения. Немало цветоводов сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие цветения. Это может быть связано с различными причинами, например, нарушение условий содержания и ухода в течение периода покоя. Куст зимой стоял в хорошо освещенном теплом месте, в субстрат вносили удобрения, а еще его часто или обильно увлажняли. Облетание бутонов и цветков. Куст или перенесли на другое место, или повернули к источнику света другой стороной. Куст скудно цветет. Он ощущает нехватку питательных веществ или света. Куст пересаживают в период цветения. В это время он ощущает сильный стресс. Чрезмерно крупная емкость. Корни должны полностью освоить весь земляной ком, только тогда куст зацветет. Виды стефанотиса сфота. В природе насчитывается 15 видов стефанотиса. Целиком оккультуренным является лишь один вид, стефанотис обильно цветущий. Стефанотис обильно цветущий, стефанотис флорибанда, или вощеный цветок. Побеги такой вечно зеленые лианы могут иметь длину около 500 сантиметров, и даже больше. Блестящие плотные зеленые листовые пластины в величину могут достигать размера ладони человека. Во время обильного цветения на кусте появляются душистые трубчатые цветки кремового или белого окраса. Венчик достигает в диаметре около 50 миллиметров, при этом в его состав входит 5 лепестков. Цветки собраны в неплотные пучки. На одном стебле может формироваться около 7 бутонов. Стефанотис обильно цветущий пестролистный, стефанотис флорибанда веригейт. Это разновидность предыдущего вида. У зеленых листовых пластин верхушки словно сглажены. Зеленые листья украшены желтыми, бледно-зелеными и белыми полосами и пятнышками. Суеверие и приметы. С таким необычным растением, как стефанотис, связаны противоречивые приметы. Например, есть примета, связанная с замужеством. Если ли она будет украшать дом, в котором проживает девушка, то она так и останется незамужней навсегда. Однако нередко невесты в день бракосочетания украшают свой букет и прическу цветками стефанотиса. Также существует мнение, что такая экзотическая лиана способствует улучшению обстановки в квартире, нейтрализует негативную энергетику, наполняя жилище согласием и миром. Ароматные цветки пробуждают положительные чувства, при этом если человек замкнут, то он становится более открытым.